за детское служение, что детям есть куда приходить, где они могут услышать Слово Божие, познакомиться с дарами Святого Духа и таким образом познакомиться с самим живым Богом. Слава Богу! Слава на Бога! Красота на улице! Бургасе мне тоже приснился один сон. Вдруг я явно увидел, что я сижу вон там на той площадке, а вокруг вот этой площадки такой стеклопакет. И около тази площадка има стекло. И над нами крыша такая. Има покрыв. И окна открываются. Прозорците се утварят. Летом мы можем открыть окна. Летом то можем да утворим прозорците. И так созрецать красоту Господню. И да гледаме Господнята красота. И воздух чистый заходит. Чистия воздух. Я приехал в Варну и поделился с Наташей. Прибряхся в Варну и то вас поделихся с Натальей. Бог открыл такой простой план. Бог мне показал прост план. То есть вот соседи поставили крышу такую, вытянули ее. Соседи сложиха такой в покрив долг. Мы тоже можем вытянуть крышу. Все, что можем, направим покрив. Другая фирма подведет туда стеклопакеты. Другая фирма, что направи стени от стекла. Ну такие, мы видели такие в Турции. Виждахме такие в Турции. Очень прочные и надежные. Да, такие здрави. Они как стены. Как тут стени. И все, зал готов. И стима моя зала. То есть не надо даже строить каменные стены. Не трябва да строим стени то от камени. И как-то так радостно пришло. И радостно, бебешим и радостно от того. От того, что это пришло. Че получив тоа откровение. Что я не, как бы, я это даже, ну как бы, не планировал это. Не сам планировал. Что просто пришлось вышить как откровение. Просто Бог мне дадит тоа откровение. И сегодня я вышел, чтобы сыну своему Павлу дать указание. Потому что так, немножко я себя не очень хорошо чувствовал. Надо было почистить площадку сверху. Ну я говорю, вот там выхожу. Излизом. Говорю, Павел там. Кажем, Павел. Смотрю, он уже поднимается снизу. Виждем, той вечер се качивал долу. С одной совковой лопатой. С лопатой. С лопатой. И с большой метелкой. С метла. Я говорю, отдавай мне метелку. Я сказал, отдавай мне тази метла. И вот этот снег, не знаю, на меня так произвел такое влияние. И тоже снег повлиянул. И я сам давай чистить. Я започну их сам дочистить. Павел тоже там помогает, скребет. Павел слышит, что мне помогает. И мы раз, два вот так все быстро раскидали. И много брызу почистих меток. И просто, может быть, для кого-то это какая-то такая страшная погода, да? Может быть, за некой хора това е страшно времето. Я думаю, что сюда пришли вот такие зимние люди. Мисля, че дойдоха хората, които обичат зимата. Для которых снег это сказка касается. Вот в Болгарии снег это стихийное бедствие. Вот в Болгарии снег это изновидно ряда на полужение. Если снег выпал, никто на улицу не выходит. А куима снег никуда не излезет на вонка. Все машины стоят. А все чеки машины кулины стоят на паркинге. Полный коллапс. Полный коллапс. Нашему человеку, наоборот, надо выйти, поскакать, попрыгать. Обаче нашите хора трябва да излязат, да поскачат на снега. И потом долго смеят. И след това много да се смеят. Ангелочка вделает на снега. Да правят ангелите на снега. Вот тема моей проповеди сегодня. И днешна тема на моята проповед. Самое безопасное место на Земле. Най-безопасното место на Земля. Нравится тема, да? Харесва ли ви темата? Да, давайте откроем первое место. Что творим первое место? Оно написано в первой книге царств. Первого царя. Пятнадцатая глава. Пятнадцатая глава. И с первого стиха. От первого стиха. Да. На болгарском вы можете читать на проекторе. Я начну читать. Постараюсь так красиво, чтобы вы смогли это даже представить. И сказал Самуил Саулу. Господь послал меня помазать тебя царем над народом и его над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саулу. Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда Израиль шел из Египта. Теперь иди порази Амалика, Виерима, Иерима, истреби все, что у него, не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заграти все, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до осла. И собрал Саулу народ и насчитал их в Телаиме 200 тысяч израильтян, пеших и 10 тысяч из калина Иудина. И дошел Саулу до города Амаликова, сделал засаду в долине и сказал Саулу киньянам. «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта и отделились киньяне из среды Амалика. И пройдет Саулу Амалик от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом и Агага царя Амаликова захватил живого, а народ истребил мечом, и Ериме, как было повелено Богом, умертвил. Но Саулу народ пощадили Агага, царя Агага, и лучших озовец, и валов, и откормленных ягнят, и все хорошее не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». Ну, то есть, проявили такое непослушание. И было слово Господа к Самуилу такое. «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отратился от меня от слова моего и не исполнил. И опечалился Самуил и взывал Господа целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел на встречу Саулу. И возвестили Самуилу, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник, но оттуда возвратил колесню и шел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа. «И сказал Самуил, а что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саул, привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвопроношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». Целую ночь Самуил молился и получил слово от Господа. «И сказал ему Саулу, говори». «И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем. И послал тебя Господь в путь и сказал, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, так как не уничтожить их. Зачем же ты не послушал глаза Господа и бросился на добычу, и сделал зло предачами Господа? И сказал Саулу Самуилу, я послушал глаза Господа и пошел в путь, куда послал мне Господь. Привел Агага, царя амаликитянского, амалико истребил. Народ же из добычи, из овес и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприножения Господу Богу твоему в Галгале». Запомните, обратите внимание, Саул не говорит Богу нашему, например, или Богу моему. Саул не говорит наш Бог или мой Бог? Несколько раз в этих местах, в этой главе он говорит «Богу твоему». У меня кукупыть оказывает «твой Бог». Это твой Бог. Че, твой твой Бог. И отвечал Самуилу, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. На этом я немного приостановлюсь. Вот эта глава, она очень такая показательная. И тази глава много показва. Она вскрывает несколько моментов. Показва няколко моментов. Моментов того, что когда Господь о чем-то говорит. Моментите, когда Бог казва нечто. Он может говорить через Священное Писание. Через Священное Писание. Он может говорить лично. Лично. В снах, в сновидениях. В Сынищата. Он может говорить через двух или трех свидетели. Через двама или трима свидетели. Через священников, через своих пророков. Через священниците, своих пророков. через какие-то видения. Очень важно исполнить это слово, которое Бог проговорил тебе лично, выполнить его точно. Постараться ничего туда не добавлять, и ничего оттуда не добавлять. Вот Бог проговорил через Самуила. Бог проговорил через Самуил. Царю Саулу. На царь Саул. Если вы посмотрите о том, что это Бог подсказал через Самуила. Бог подсказал через Самуил на Саул. И со второго стиха. Моё вот второй стих. Вы можете прочитать. Так говорит Господь Саваоф. Так оказывал Господь Саваоф. А говорит Самуил. Оказывал Самуил. Обратили внимание, да? Ну, в том плане, что это не лично Бог сказал Саулу. Не лично Бог е казал на Саул. Потому что к тому времени царь Сауловно же начал отходить от Бога. Защото по нова време Саул е започнал малко да се отдръпва от Бога. И начал в какой-то степени своевольничать. И е започнал да прави нещата по своёто мисление. Ну, то есть понимать так, как он понимает. Да разбира по своя начин. Бог проговорил через Самуила. Бог е говорил через Самуил. Но через какое-то время Самуил понял. Но следовремя Самуил и разбрал. Что Саул исполнил это слово неточно. Че Саул исполнил слово-то неточно. И взял из заклятого. И взял от проколнатото. Взял из овец. От товците. Из тельцов. От тельците. Якобы для того, чтобы принести в жертву Богу. Все одно даде това на Бог, как жертва. Ну, вроде бы звучит красиво. Звучит красиво. Ну, суть в том, что Бог так не повелевал. Но слышно стоило в това, че Бог не казвал. Не заповедал твой да правит това. То есть Саул, он что-то проявил. Саул направил нечто по своему мысленному. По своему разбиранию. Что он проявил? Какой проявил твой? Давайте прочтем 23 стих. Давайте прочтем 23 стих. Что Самуил, опять же, произносит, прорекает от Господа. Ибо непокорность есть такой же грех, что и большинство. То есть, когда человек непокорен, не исполняет то, что мы говорят. Когда человек непокорен, непослушен. Это все равно, что он занимается какой-то оккультной наукой. Все одно, он занимается оккультной наукой. Противление. То есть, Саул воспротивился Богу. Саул сопротивен на Бог. Противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И смотрите, что Саул отвечает. Царь Саул отвечает. И сказал Саулу Самуилу, согрешил я, ибо приступил по велению Господа. То есть, он прекрасно понимает, что он приступил по велению Господа. И слово твое, и твое слово, Самуил, которое ты сказал. Но я боялся народа и послушал голоса их. То есть, для Саула, система ценностей, мнение народа стало важнее, чем мнение Бога. Виждаме, че за Саул мнението на народа е по-важно от мнението на Бог. И народу он стал бояться больше, чем Бога. И той се страхува повече от народа, отколох тут Бог. И стал слушать мнение их, для того, чтобы услушаться голоса их написано. Послушал голоса их, народа. То есть, послушал голоса на народа. Теперь же сними из меня грех мой, и вороти со мной, чтобы я поклонился Господу Богу твоему. И опять же повторяется, Богу твоему. И пакса повторяется, на твой Бог. И отвечал Самуил Саулу, не ворочуйся с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул схватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, ныне отор Господь царство израильское тебя, и отдал его близьему твоему, лучшему тебе. И не скажет неправду, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, смотрите, Саул повторяет. Саул повторяем. Саул согрешил, но почти меня ныне предстарейшими народа моего. Для чего Саул обращается к Самуилу? За какво Саул соубрежь таком Самуил? Выйди и почти меня перед народом. Излезь и направи мне честь пред народа. Прости мои грехи. Прости грехов этими. Чтобы старейшины видели, че я остаюсь царем. Старейшините да видят, че аз оставам цар. Понимаете, да? Разбирате ли? Как у человека уже укоренились человеческие какие-то таки амбиции. Че той имал човешките амбиции. И он старается уже больше угодить не Богу, а человеком. И вече се старае да угоди не на Бог, а на хората. Он прекрасно понимал, что Пророка Самуила уважает и почитает везде. Ему нужно было теперь от него только одно. Пророк Самуил выйди вместе со мной. И почти меня как царя. Че я остаюсь царем. Че ты якобы простил мое согрешение. Че все едно си простил моите грехове. И тогда я как бы так поклонюсь Господу Богу твоему. И тогава ще се поклоня на твоя Бог. Да. Третий раз он повторяет не моему Богу. И третий раз повторяя не моя Бог. Не нашему Богу. Не нашия Бог. Это твой Бог. А, това е твой Бог. Ну, ты с Ним разбирайся. Ти говори с Него. И вот здесь звучат вот такие сегодня коренные стихи. И тук има едни стихове, которые звучат, что послушание лучшее жертвы. Подобре от жертвы. И повиновение лучше только Овнов. И повиновение... Да, можно там смотреть. Это 22 стих. И покорността е подобре от толстината на Овен. Аминь. Вам что-то открывается? Отварявали ли се нещо? Откривали ли се нещо? Вы знаете, я сразу так проговорю эту мысль основную. Ще изкажа основната мисъл. Какое самое безопасное место на Земле? Кое е най-безопасното место на Землята? Вот исходя из этого места в Писание. Следвайки от това место от Писанието. И я просто так скажу сразу, чтобы просто облегчить задачу. Ще го кажа в самото начало. Или, может быть, кому-то уже открылось. Может быть, някой вече знае. Я сегодня о том, не сговоря за това, что самое безопасное место на Земле, че най-безопасното место на Землята, конечно, вы можете сказать, унок Иисус Христа. Можете докажете, че пред краката на Иисус Христос. И это будет правильно. Това ще бъде правилно. В руке всемогущего Бога. В руке всемогущего Бога. Под сенью всемогущего. Под сянка на всемогущие. Аминь. Но сегодня моя тема, она немножко другая. Но моята тема днеса малко друга. Самое безопасное место на Земле на безопасното место на Землята е да бъде в послушании у Господа. Да бъдеш послушен на Бог. Вот смотрите. Мы читаем это место из Писания. Читаем то место из Писания. Еще и еще раз. Още и още въднаж. И каждый раз что-то Бог открывает. И всеки път Бог открива нещо ново. Я, может быть, сотни раз читаю это место. Може би, вече сто пъти съм прочел това место. И каждый раз Бог открывает что-то новое. И всеки път Бог утваря нещо ново за мен. Знаете, что происходит, когда мы читаем и углубляемся в Писание? Какво се случва, когато се задълбочаваме в Писанието? Вот сегодня Наталья напоминала нам о том, что наши уста есть меч обоедуострый. И Наталья напомнит, что наште уснися двуострый меч. И это есть Слово Божие. И твое Божие это Слово. И когда мы углубляемся в Писание, я как бы точу этот меч, понимаете? А камень? А скалу? А острый тоже меч. За острым голом. О камок. И он становится все острее и острее. И если мне этим мечом вот так просто рубануть врага, то я могу его просто разрубить. Как, кстати, пророк Самуил разрубил царя Агага. Как пророк Самуил разрезал на половину царь Агага. В этой же главе чуть ниже вы прочитаете о том, что Самуил это сделал. Слышь, что-то глава по Малкупу напрячь, ты прочь это, как Самуил Гой направил. Потому что царь Саул хотел ему сохранить жизнь. А за что-то Саул и искал до запаса животному. Чисто из каких-то таких политических соображений. Ради политических-то все разбирания. Вообще, зачем мы с вами разбираем Священное Писание? За что с вас разглядываем Священное Писание? Вы знаете, для чего мы это все делаем? Для какого правил этого? Недавно в Истамбуле я преподавал в Духовна Академия. И я там учил студентов. А почему мы апеллируем Словом Божьим? За что используем за доказательство Божието Слово? Мы приводим Слово Божие. Как свершившийся факт. Мы относимся к Священному Писанию не как к какой-то книжке. Что такое Священное Писание? Это Слово Всемогущего Бога. Как кто-то говорит, ну Господи, ну проговори мне наконец. Както някой казва, Господи, проговори ми. И тут голос небе раздается. И заведнешно раздава гласот на Библию. Открой наконец Библию. Откори най-накрая Библията. Я там уже все сказал. Вече всичко казах там. Просто читай. Просто читай. И пусть твое мышление, оно изостряется. И нека твоето мисление да се изостре. И пусть твое мисление становится все более острым и острым. И твое мисление да става все по-остр и по-остр. Что происходит с человеком, который сказал, я уже все читал. Какво се случва с човеком, който казал, вече всичко съм прочел. Я больше ничего нового там не открою. Нищо нового няма да науча. Все. Край. Я прочитал Библию с корки до корки. Прочетал Библията от началото до края. Что происходит в этот момент? Какво се случва с този човек? Этот воин. Този войник. Просто взял и положил свой меч куда-то. Просто някъде я сложил своя меч. И забыл про него вообще. И забравил за него напълно. Что происходит с этим мечом? Какво се случва с този човек? Он наржавеет. Той започва да ръждяства. И становится каким? И какъв става той? Тупим. Тупим. И этим мечом ты больше уже никого не проткнешь. И с този меч вече никого няма да победиш. И никого не разрубиш. Никого няма да разрежеш. Просто он там где-то стоит на полочке. Някой стои някъде в шкафа. И человек гордится о том, что у меня Библия есть. И човек се гордее, че има Библия. А ты ее когда последний раз читал? А кога си чел последно? Да и уже не помню. Вече не помня. Но есть. Но я имам. Но просто вот польза от такого меча нет никакого. Но няма никакого польза от таков меч. Аминь или не аминь? Давайте мы пойдем дальше. Моя основная мысль сегодня донести до вас. И основанная мысль донести до вас. Что послушание глазу Господу. Че послушание на Божий глаз. Оно лучше всякой жертве. И подобреет всякого жертва. И повиновение. И покорству ту. Оно лучше только овнов. Подобреет у стената на овен. Давайте мы вместе откроем послание к филиппийцам. И заодно доутворим послание к филиппяне. Вторая глава. С первого стиха. Апостол Павел пишет из тюрьмы. Тюремное послание. Самое радостное из всех посланий апостола Павла. Итак, если есть какое утешение во Христе. Если есть какая отрада любви. Если есть какое общение Духа. Если есть какое милосердие или сострадательность. то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению. Любопрение, что такое? Это любовь к спорам. Партизанство, любовь туда спорите. Или по тщеславию. Четный поиск славы. Нет, тщеславие на празднутое цены на слава. Но по смиренному мудрю почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждой заботе, но о каждой и о других. Ибо у вас должны быть те же чувства, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу. Но он еще жил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. Он не был человеком. Так это место говорит. Он только по виду стал как человек. А его сущность какая? Сущность Иисуса Христа – это Слово Божие. Так написано в книге Откровения. И имя написано на нем. Которое есть Слово Божие. Вторая постасть Троицы. В первом послании от Иоанна написано. В первом послании от Иоанна пишет. И на небесах пребывает сие три. На небесах пребывает Тримата. Отец. Отец. И не написано Сын. Напишет Сын. Там тоже написано что? Слово. Пише Слово. И Дух Святой. И Святие Дух. И это уникально. Това уникально. И потом это Слово стало. Слово Бога Всемогущего. Словото на всемогущие Бога. Которое обитало в недре очим. Което е била в недрата на Отец. Стало плотью. Естанала плотью. И обитала среди нас полна благодати и истины. И обитавала среди нас в полната благодати и истината. Бог стал человеком. Бог естанал человек. Для того, чтобы человеки. За да може хората. Через этого человека с большую букву. Через този человек с голяма буква. Стали частью Бога. Да станат часть от Бога. Скажи Аллилуйя. Скажете Аллилуйя. Кому написано, когда из ангелов предоставлялась такая честь. Войти во святая святых Бога. Кого от ангелет имаха возможность влезти во святая святых. Никому из ангелов. А нам предоставлена такая честь. А нам предоставлена такая честь. Во Христе Иисусе. Во Иисус Христос. Через его драгоценную кровь. Седьмого стиха. От седьмого стиха. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Написано, что Иисус Христос был послушным. Пише, что Иисус Христос и был послушен. На болгарском языке также написано. Смири себе си и стану послушным до смерти, даже смерть на крест. И смерти крестной. О чем это? За какого этого? Иисус Христос показывает нам пример. Аминь. Иисус Христос не показывает пример. Но если Он, Сын Божий, был послушен. А кто Божий Сын и был послушен? Нам как? Как не требуется. Знаете, я приведу такой пример. Может быть, кому-то из Болгарии это не понравится. Может быть, за некое от Болгарите не надо им харесать. Но я это не для того, чтобы осудить болгарскую нацию. Может быть, немножко с желанием подсветить. А просто за желание это, да ви обурно внимание. Что-то подсказать. Да ви подскажет. Взгляд со стороны. Като погляд от страны. Одна болгарка мне сказала. Одна болгарка мне казала. Власть имущая. Из высших эшелонов власти. От него, когда ты има власть. В Болгарии има нечто. Братин привод. А, в Болгарии есть кое-что. И твое нечто. Это что-то. Неправильно разбранная демократия. Это неправильно понятая демократия. И она мне пояснила, что это такое. Тя ми объясни, какво это вам. Неправильно понятая демократия. Неправильно разбрана демократия. То есть я. Аз. Отдельно взятый болгарин в Болгарии. Аз. Като уделен болгарин от Болгарии. Никому не подчиняюсь. Не се подчинявам на никой. Никто мне ни царь. Никой не е царь за мен. И ни Бог. Не е Бог. Ни начальник. Нито началникам. Я буду делать то, что я хочу. Ще правя това, което искам. И никто мне не запретит от това делаться. И никой няма да ми попречи. Вот это неправильно понятая демократия. Това е неправильно разбрана демократия. Она больше как-то немножко похожа на анархию, правда? Малко прилича на анархия. Каждый делает то, что он хочет. Всеки прави това, което иска. Я думаю, что по этой причине в нашу церковь Болгарии практически не ходят. Мисля, че по этой причине Болгарии почти не идут на церковь они. Потому что мы здесь учим послушание. За что-то обучаваме за послушание. И, конечно, опять же, но это уже не только в Болгарии. И това не е само в Болгарии. Я думаю, что это по всему бывшему СНГ. Мисля, че това е по цели бивший Советский Союз. Распространява се това мнение. И сейчас оно становится все более популярным. И стало все поизвестным. Я периодически сталкиваюсь с ним. Периодично се сблуском со стула. Мы христиане. Не сме христиане. Только по той причине. Само по тази причине. Что в Иисус Христа мы верим. Че в Иисус Христос верваме. Но в церковь ходить не обязательно. Но в церковь незадолжительно доходим. И Библию читать не обязательно. И незадолжительно дочитаем Библията. И молиться не обязательно. И незадолжительно дасимолим. Я верю в Господа в глубине души. И мне это нравится. Я христиан. Я христианка, я христианин. Вы знаете, должен вам сказать по Писанию, что к библейскому христианству это не имеет никакого отношения. Приведу один простой пример. На этой неделе мне сказали, мы христиане, потому что мы собираемся дома, мы по два, по три человека. Ми казаха, ние сме христиане, защото се собираме в къщи по два, по три человека. В церковь принципиально не ходим. В церковь не ходим по нашите принципи. И по старе не признаем. И не признаваме пасторите. У нас своя церковь. Имаме своя церковь. Где заблуждение? Къде има заблуждаване? Знаете, Исус Христос говорит такую уникальную фразу. Исус Христос казва един уникален израз. Он говорит, если согрешит против тебя брат. Ако срещу тебе, согреши брат. Пойди и выскажи ему все. Если покаяться, то приобрел ты брата своего. Если не покаяться, скажи при двух или трех свидетелях. И повторяется. Потому что если покаяться брату, то приобрел ты брата своего. И Исус Христос продолжает фразы. Иисус Христос продолжал израза си. Если тогда не покаяться. Ако во вторе случай не себя покая. То тогда скажи уже всей церкви. Перед всей церкви. Пред цяло церкви. То есть о чем это? За какво этого? Один человек. Идин человек. Это не церковь. Два не церква. И даже если два, три свидетеля есть. То есть уже в общей сложности четыре. Ако има два, матрима свидетели. Общо четыре. Скажи при двух, трех свидетелях. Ты говоришь перед двумя, тремя свидетелями. И тому, кому ты говоришь, он есть пятый. И это тоже не церковь. Понимаете, да? Ну вот они собрались дома, и они поговорили. Или даже вот, ну просто даже вот что-то по Писанию. А потом уже Иисус Христос говорит. А потом уже вот скажи перед всей церкви. Иисус Христос говори после, пред целата церковь. То есть Иисус Христос проводит четкую линию. Иисус Христос правит долго точна линия. Один человек это не церковь. Один человек не е церковь. Пять человек это не церковь. Пять человек не е церковь. А что в послании к ефесянам написано? Какво пише в послании к ефесянам? Христос поставил церковь свою. Христос поставил своята церковь. Поставил кого? Кого я поставил? Поставил апостолов, поставил евангелистов, поставил пророков, пастыри и учителей. То есть церковь это там, где работает пятигранное служение. Аминь или не аминь? Церковь собирается вместе. Здесь апостол Павел говорит о том, чтобы вы были единодушны. Единомысленные. Помните историю образования церкви? В книгодеяния. Когда Дух Святой сошел на собрание. В горнице 120 тысяч человек. И там имело 120 человек. И началось мощное такое пробуждение. И церковь, первая церковь в Иерусалиме выросла за несколько дней до тысячи тысяч человек. И написано так. И у всех верующих была что? И всички верующие была одна душа. Одно сердце и одна душа. И они знаете, что начали делать? Они начали двигаться в духе. Под водительством Святого Духа. Знаете, приведу такой простой пример. Например, игра в шахматы. А кто-нибудь играет в шахматы? Кто-то знакомств от игры. Ну, это очень умная игра. Древняя игра, старая игра. Древняя, старая игра и умная. Ну, вы знаете, чем отличаются начинающие шахматисты? От продвинутых. Начинающий шахматист думает так. Начинающий мисли така. А, ну я выучил ход Е2, Е4. А научил тоже ход Е2, Е4. Первый ход уже сделан, слава Богу. Направил первую стыбку, слава Богу. А потом мне надо просто ходить какими-то фигурами. И просто требует доходить сняк в фигуре. Вот, а вдруг, я сейчас вот так вот скажу, что будет? Что ты направил та же стыбка, как воштый станет. Это начинающий шахматист. Давай начинаешь. У более продвинутого шахматиста есть план. Есть определенные стратегии. Есть определенные дебюты. Есть определенные гамбиты. Есть метельшпиль. Есть эндшпиль. Ну, то есть, смотрите, например, выстроить каменную защиту пешками. Например, да направишь каменную защиту со солдатами. И вот самое важное. Основная стратегия в шахматах о том, что вот в дебютах каждая фигура должна сделать. То есть, нужно своей фигурой что сделать? Их надо развить. Они не должны стоять где-то вот так, без дела. Вывел коней. Вывел слонов. Сделал рокировку. Спрятал своего короля в безопасное место. Слагаешь свое кроу в безопасное место. Это правильная стратегия. Твоя правильная стратегия. Развитие дебюта. Развитие тунер-дебюта. Все участвуют. Всички участвуют. Все фигуры. Всички фигуры. Понимаете? Вот так. Раз, раз, раз. Плавненько такое наступление. Плавное наступление. И потом, где больше ты фигур скопил, оттуда пошло уже наступление. Потому что, конечно, наша цель это поразить врага. Правильно? Поставить мат. Поучи фигуры, излезать напред и после наступления. И целый день достигнешь короля и направишь шах и мат. А что происходит, когда неправильно понятна демократия? Увачь, аку демократия неправильно разбрана. Слон меня не слушается. Слон не мы слушаем. Конь скачет, куда хочет. Коня скачет, куда ты искал. Ладья вообще куда-то заныкалась. Ладья некогда се скрила. Нам удобно, нам здесь хорошо. Не трогайте нас. Удобно не, не пипайте. Король пусть сам, как хочет, так и выкручивается. Король не ка сам да се защитала. Ну, вот так она получается. Такая изглежда. Ну, я говорю о том, что, вот, например, войско Гедеона. Армия на Гедеон. Кто они? Куи са ты? Это 300 воинов. Тваса 300 воинницы. Мы на этой неделе посмотрели фильм еще раз. Это один из моих любимых фильмов. И тази сэдмица погуляли на мой фильм. Тва единия от любимых фильмов. Это 300 спартанцев. 300 спартанцев. Ну, это старый фильм. Твой старый фильм. Фильм 1962 года. Фильм на Хиляте Дейвестоте, на ВДС и в Тора Гудина. Ну, версию я даже не воспринимаю. Ну, это жалкое подобие. Тва не хуба фильм. А вот в том фильме показывается и честь, и доблесть воинская, и благородство. А в този фильм показывает честь на войнице, на благородство твое им. И показывается вот это именно единомыслие. И показывается единомысленное. Если наш король Леонид сказал, мы это сделаем. И, а как вот ты не кажешь короля, твас, ты го направим. Ну, сказал умереть за... Той каза да умрем. За Грецию. Мы умрем. За Грце. Не, что умрем. И все как один. И всички, как один. Вы знаете, вот мы, когда рассматривали историю про Самуила, и когато разглеждаем историю за Самуил, про царя Саула, за царь Саула, мы его думаем так обычно. Не, мыслим обыкновенно. Вот царь Саул. Царь Саул. Пока был в послушании, был в безопасном месте. Как переступил в эту красную линию. Когато приступил в тази червена линия. И ушел за черту, за линию невозврата. И все, конец. И край. Крах его империи. И империя этому все разрушила. Но почему-то мы даже не думаем так про пророка Самуила. Но так мы не мыслим за пророк Самуил. Почему? За что? Знаете, мы почему-то понимаем о том, что Самуил это посвященный человек. Разберем, что Самуил посвятен человек. Посвятил свою жизнь Господу. И находится в тотальном вот таком посвящении. Никто даже не спрашивает Самуила о том, что почему бы тебе не проявить непослушание. И Самуил даже не пытает, даже не пытает, да не будет послушен. Это примерно то же самое, да? Я вот так думаю. Я развиваю именно Божье мышление. Что это все равно, что спросить Иисус Христа. Почему ты всегда был так послушен? Своему небесному Отцу. Ты делал, что Он тебе говорил. И то, что на небесах происходило в Царстве Небесном, ты реализовал так же и на земле. Почему бы тебе не проявить непослушание? За что, да не станешь непослушен? Ну, это был бы очень странным вопросом, правда? И твой бы был странным вопросом. Мы понимаем, кто такой Иисус Христос. Разберем, кой Иисус Христос. Что Он нераздельный с Богом Отцом. Отделить Христа от Бога Отца невозможно. Не можем, да, отделим Христос от Бога Отца. Ну, вы знаете, вот про историю с Самуилами я бы хотел так закончить. И про царя Саула. Библия называет нас царями и священниками Бога. Но я хочу сказать, что и сегодня, несмотря на многие лжиучения, о том, что бы ты ни делал, ты можешь грешить сегодня. Ты можешь жить сегодня в пороке. Ты можешь быть абсолютно непослушным. Все равно, Бог поставил тебя царем и священником Бога. Ну, вы знаете, это ложное учение. Это чуждый огонь. Я хочу сегодня сказать на библейском основании, что и сегодня ты можешь потерять свое царство и перестать быть царем во Христе Иисусе только из одного греха. И это грех непослушания. Ну, скажи на это Аминь. Кажите Аминь. Давайте мы это запомним. Нека това да го запомним. Друзья, мы живем в последнее время. Приятели, живем в последнее время. Сейчас тема послушания, она как никогда актуальна. И сега тема на послушание много актуальна. Слушай, что Господь говорит тебе через Священное Писание. И будь исполнителем. И будь исполнителем на това. Я открою очень важное место сегодня. И что творит важное место сегодня. И это написано у пророка Осии. Пиши в пророк Осия. Пророк Осия. Четвертая глава. Четвертая глава. С первого стиха. От первого стиха. Слушайте слово Господне, сыны Израилева. Ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман. Убийство и воровство. И прелюбодейство крайне распространились. И кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплочит земля сия, и изнемогут все, живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными. Даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличает другого. И твой народ, как спорящий со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобой ночью, и истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой. За что? За недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священной действия предо мной. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Смотрите, как сурово звучат вот эти слова у пророка. И че виды, как звучат эти думы при пророка. Шестой стих, основной. Основная шести стих. Истреблен будет народ мой, народ Господень. Да, шести стих. За недостаток ведения. Что такое ведение? Какое знание? Вы знаете, ведение на самом деле это очень глубокое понятие. И твое глубокое понятие. Не путайте его с видением. Не его убиркайте с вижданието. Или с каким-то видением. Или видение. Видение – это познание. И знание – это познание. Видение – это знание Бога. Това е познаването на Бога. Знание Бога всемогущего. Познаването на Бог всемогущего. Видение – это водительство. Това е водительство. Это означает, что Бог тебя ведет. Это означает, что ты в Его руке. Это означает, что ты вводишься Святым Духом. Новый Завет говорит. Да и все, вводящиеся Духом Святым, суть Сыны Божьей. Аминь или не аминь. Смотрите, как это серьезно. Если я вожусь Духом Святым, слушаю Его слова, знаю Бога Живого и Его силой, силой Святого Духа, исполняя Его повеления, значит, я Его дитя. Я Его сын. Я Его дочь. Но если я не исполняю, не слушаю, не читаю, не исполняю с Духом Святым, не говорите, что вы знаете Его. Новый Завет говорит даже это слова Иисус Христа. И многие скажут мне, помните, да? Мы Твоим именем бесов изгоняли. И мы Твоим именем больных исцеляли. Вот тогда я скажу им, говорит Христос. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Понимаете сейчас, что такое ведение? И понятно, что гибнет мой народ, говорит Господь, от недостатка ведения. Смотрите, от чего любой человек может погибнуть. От какого всякого человек может да загинуть. От чего погиб израильский народ? От чего могут христиане погибать? От какого могут да загибать христианиты. Христиане сегодня погибают. Христианиты днес загибают. Именно духовно. Духовно. От того, что отказались от водительства Святым Духом. От того, что когда-то заявили. Мы прочитали Библию. Мы там уже все знаем. Нет, там всичку знаем вечер. И перестали изощрять свои мечи. И те саспыряли да заострят мечу в этой си. Поставили их куда-то вот так, на полку. И сложили сагу некогда на рафту. И, конечно же, перестали исполнять волю Божию. И саспыряли да исполняв от Божия эта воля. И отсюда приходит погибель. И оттук идва погибел та. Так говорит Священное Писание. Так оказывается Священное Писание. Давайте мы это тоже запомним. И некто вадагу запомним все что. Я просто приведу место из Писания. Что про армию Гидеона написано в книге Судии. Седьмая глава. Седьмой стих. И там написано, что тремя стами лакавших там пишет тремя стами лакавших. А, через триста межей кует учиха. Да. Избавлю и дам вот этих мадиамцев в руку вашу. А остальные люди могут идти на свои места. Каждый в свой дом. Да. Можешь. Да. А, окей. Тремя стами лакавших. Вы помните это место, да? И помните за това место. Это было очень необычно. Това беше много необыкновенно. Потому что в один момент Бог сказал Гидеону. Защото изведныш Бог каза на Гидеон. Подви воинов к воде. И нека войниците да отидат при водата. А воинов было десятки тысяч. А те са били десятки хиляди. Вот те, которые будут лакать как собаки. Вот так. И тези, които ще пият като кучите. Станут на одно колено и вот так с ладошки будут лакать языком. Того отбирая к себе. А остальных, которые будут вот так наклоняться головой и пить прямо из реки. Просто отправь их домой. Из вот этих десяток тысяч я точно не помню. Там по-моему было 20 тысяч. И вот эти десятки хиляди может быть два из этих хиляди. Он оставил только трехсот. Той уставил саму триста. Почему он их оставил? За что той ги уставил? Потому что они услышали голос Божий. И что надо сделать вот так. Хотя это очень необычно. И Гедеон удержал уже победу именно тогда. Когда? Когда послушал голоса Господня и сделал так, как ему Господь повелел. Ну, нелогично против ста тысяч выходить с трехстами воинами. Но Гедеон был послушан до конца. Но Гедеон был послушан. И вы знаете, Бог даровал ему невероятную победу. И Бог дал возможность победить. А в чем была сила вот этих трехсот солдат? Тезис триста в унице как вас сила соймали? Какая сила у них была? Как вас сила соймали? У них было единство. Они были единомысленны. У них была одна душа и у них было одно сердце. Вот мы неспроста собираемся на библейские училища. Задаем вопросы, размышляем. Неспроста собираемся на молитвенное служение. И конечно неспроста собираемся на воскресное служение. Это для нас как учение. Тяжело учение, в учении легко в бою. Прославление хвала это для меня как арт подготовка, артиллерийская подготовка. И сегодня уже не стрелы, не копии летят. Мы работаем с баллистическими оружиями. Боремся за другие континенты. За Африку, за Латинскую Америку. И мы верим, что это написано в Писании. В книгах Даниил. Когда мы выходим на молитву, там на небесах ангелы, архангелы и херувимы выходят на наши стороны. И одерживают победы. именно вот эти библейские занимания обучают нас воевать мечами. Мы учимся сражаться. Мы выходим один на один. Спаррингуемся. Двое против троих. Стенка на стенку. Я помню, да, у нас в Караганде такое происходило. У нас братство состояло примерно из сорока братьев. Которые во время библейских занятий. Я уже об этом рассказывал. Они выстраивали стенка на стенку. Практически все они были с уголовным таким прошлым. Почти всички имали бывшие преступники, наркоманы, рецидивисты, которые покаялись и стали христианами. Ну вот иногда прежний образ жизни ветхого человека. И вот они выстраиваются стена на стену, кто-то что-то спросил, кто-то не смог ответить. И вот уже эти стали Павлами, другие стали Петровыми. И вот они стоят стенка на стенку и скрижат своими зубами. А мы три пастори бегаем между ними и братья да успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Сядьте на свои места, давайте спокойно поговорим. И вот это благословение помню, до конца жизни запомню. И помню това благословение до края на живота. Авторитетный брат говорит другому авторитетному брату. Но будь благословен. И ты тоже будь благословен. Хорошо, что никогда до драк не доходило. Потому что я думаю, что три пасторы бы не справились. За что три пасторы не справились со тази толпа? Да, и четыре даже пасторы. Четыре пасторы не слава Богу, что с нами был всегда Дух Святой. И он как-то давал мир, и братья расходились. Но все-таки если классический брать пример, то мы делаем такие библейские занятия. Апостол Павел пишет для чего? Для того, чтобы выявить искусных. Кто такие искусные? Тех, которых хорошо получается что-то. Мы сразу можем определить, ну вот это будущий евангелист. Задавите на кой хора нечто им получало подобное. Например, то же, что видим, что евангелист. Как пастор Дэвид Муксаним, он говорит, если кто-то до любого столба может докопаться, то это точно евангелист. И като каза пастор Дэвид, ако някой може да раздраж да всеки го дори столб, тогава той ще бъде вангелист. У кого-то проявляется дар пророчества, кто-то хороший проповедник, оратор, риторика у него уже очень хорошая, искусство говорить, голос хороший, прославитель будущий, и так далее, и тому подобное. И так о чем мы сегодня? Вы, наверное, уже поняли, да? Какое самое безопасное место на земле? Я сегодня закончу из места, которое написано в книге Деяния. Восьмая глава. Я выборочно прочту 8 глава, 26 стих. 8 глава, 26 стих. А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в газу, на ту, которая пуста. Я всегда обычно говорю, кто-нибудь из нас бы услышал сегодня, что иди на дорогу, которая вообще пустая, там все уже забуранило, там все снегом завалило, машины там не ездят, болгары все по домам сидят, и русские в том числе, и украинцы все по домам сидят. и дорога скользкая, и много хлызгаву, а ты утилай. И вот ты пошел туда и думаешь, а зачем я туда иду вообще-то, там никого нет. И вот так получается, вдруг выезжает какой-то там на хамере, на вездеходе, на луноходе, вот едет, он по бездорожью, короче, там и читает Библию, водитель у него за рулем. И такая излезла скулата, читает Библию, ты им удач? Хаймер. Хаймер. А он читает из пророка Исаия. И по глазам ты понимаешь, что ничего он не понимает. И поучите разбираешь, что тоже человек какой-то путал в авто. Ты через окошко так стучишься к нему, потому что он медленно едет, да? Ну так постучался открывая тебе окошко. Ты понимаешь, что ты о чем читаешь? Ну как я пойму, если мне некому даже истолковаться? Ты можешь? Ну, постараюсь. Дверь открывается, говорит, садись. Садись и начинаешь разговор. И человек уверовал. И тут через Варнинское озеро проезжает как раз, да? Вот вода, что мешает мне креститься. Ну вот так всегда происходит. Очень важно, когда, знаете, вот иногда бывает это настолько спонтанно и неожиданно, и ты прекрасно понимаешь, что только Бог может такое сделать. Вот вода, что мешает мне креститься. Вы спускаетесь к воде, и ты преподаешь водное крещение. И смотрите, что дальше написано. Нататок. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к всей крестнице. 29 стих. 29 стих. 39 стих. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха. 39 стих. А Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, и проходя благовесцово всем городам, пока пришел в Кесарию. В Библии, я думаю, что вы это слышали уже неоднократно, описываются случаи телепортации. Вот это место говорит о случае телепортации. Почему? Твоё место говорит за телепортацию. За что? Кто-то меня спросит, а это вообще возможно? Я отвечу просто, Богу все возможно. Только Бог может это сделать. Сам Бог может его направить. Но почему Бог это делает? За что Бог правит? Бог это делает всеми людьми, которые очень Ему послушны. Ему так нравится послушание. Потому что, например, понравилась бы вам ваша рука, если бы она вас не слушалась. Ну вот, я как доктор скажу, левосторонний гемопарез. Человек ночью заспал свою руку. Есть такое выражение. Например, человек спал на левой руке. А утром проснулся, а рука не работает. Он передавил нерв. И рука парализовалась. Я думаю, что это очень неприятно. Это страшно. Ты ее пытаешься поднять, а она не поднимается. Ни пальцы не работают, ни кисти не работают. Это примерно про то, как Бог смотрит на непослушание. Он смотрит на какую-то церковь. Той гледа на какого церква. На поместную общину. Поместную общину. Она вообще никакой функции не несет. не благовествует уже. Не практикует дары Святого Духа. Не молится за исцеление. Не молится за освобождение. Ничего. Просто собрались. О чем-то поговорили. Здрасте. До свидания. И ушли до следующего воскресенья. Некая формальность. даже не понимаем, что большинство церквей так живут. И много тут церкви живеет в христианско направление. Для кого-то смыслом прийти в церковь есть только просто поставить свечку. Для других поцеловать икону. Но это также и к нашим деноминациям направлениям относится. Для кого-то из евангельских христиан стало настолько привычно просто раз в неделю прийти в собрание. Просто посидеть. Что-то послушать. Потом выйти и забыть. И память уже работает на автоматизме. Сегодня я еще что-то помню. А завтра я уже забравя всичко. Защото мнение людей для меня намного важнее, чем мнение Бога. Или то, что я делаю в мире, намного повече поважно от това, което правя за Бога. Пусть в наша церковь этого не будет. У нас хороша церковь. Благословенная церковь. У нас правильно расставлены приоритеты. И главная задача наша является идти проповедовать до края земли. И еще апостол Павел пишет. Я уже не помню в каком послании, но вы можете это найти через симфонию. Будьте послушны на ваших пастури. Потому что в этом воля всемогущего Бога. Ну это все равно что в армии сказать. Будьте послушны вашим командирам. Особенно во время войны. Что было бы если бы подразделение не слушалось своих командиров? Что? Крах? Поражение? И много народу бы погибло. подразделение просто бы погибло. Поэтому мы сейчас живем в таких условиях. Федор Михайлович Достоевский. Это его выражение. И он писал так. Что мы сегодня живем в условиях самой беспощадной войны. На на беспощадной войне. где Бог воюет за нас. Где дьявол воюет против Бога. Где ангелы господни воюют за то, чтобы нас защитить. И падшие бесовские ангелы. Воюют за то, чтобы нас погубить. И война это она самая лютая. И происходит она на уровне человеческих сердец. Вот и все. Вот и вся истина. Давайте мы сегодня вынесем правильный вывод. Я больше для вас стараюсь. Потому что это ваша безопасность. Самое безопасное место на земле. да и на небе тоже. Это полное послушание нашему Господу. Это водительство Духом Святым. Иногда Бог это может делать через пастырей, через служителей. Иногда Он это делает напрямую. Когда пастыря рядом нет. Мы все равно призваны водиться Святым Духом. но это самое безопасное место. Быть в Божьей воле. Быть в ведении. Знать Бога. И водиться силой Святого Духа. Давайте мы коротко помолимся. Давайте склоним наши сердца. Спасибо тебе дорогой Господь. Благодаря Скрипи Божьей. За Твое Слово Божье. За Дух Святой. За то, что у нас есть Священное Писание. За то, что мы можем его открывать и читать и понимать. Потому что ты так обещал, что и по сей день покрывало лежит на чтении Ветхого Нового Завета на Священное Писание. И это покрывало снимается только Иисусом Христом. Мы имеем единого ходатая между Богом и человеком. Этот человек Иисус Христос. И нам дан Святой Дух, который есть Дух Утешителей, который есть Дух Наставник, который напомнит все то, что когда-то Иисус Христос говорил. Води нас, Господь, очень силе Святого Духа. Да навсегда, Господь, быть в Твоей воле. По Твоим, Аллилуйя, Отец, покрытием, под самой великой защитой, и на земле, и на небо, под защитой Твоей драгоценной крови. И народ Божий да скажет Аминь.